Добрый день, уважаемые посетители информационного портала улправда.ру Это программа 100 вопросов и сегодня у нас в гостях удивительная героиня, умница, красавица Анастасия Подгорнова, руководитель пиар-службы дирекции спортивно-массовых мероприятий. У Насти сегодня день рождения, и мне очень приятно, что это утро она начинает с нами. Настенька, привет! Доброе утро! С днём рождения тебя, красавица! Это тебе лёгкий диетический десерт, который никак не отразится на твоей роскошной фигуре. Ничего себе, какая красота! Большое спасибо! Очень приятно получать такие поздравления и стать участницей такой интересной программы. Даже не знаю, что меня ждёт, но надеюсь, что мои ответы... Надеюсь, тебя ждёт удовольствие, равно как и меня. Спасибо! Настенька, задам тебе 100 вопросов, ответы на которые могут быть как развернутыми, так и односложными. Ты готова? Да, конечно. Вот говорю Настя Подгорнова, а сама думаю, вдруг Головастикова. Где правда? Правда она и там, и там. Почему? Потому что Головастикова – это моя фамилия по родному отцу, Подгорнова – это фамилия моей мамы. И мне как-то сподручнее в один момент стало представляться с фамилией Подгорнова и прикрепилась ко мне уже в медиапространстве, так скажем. Поэтому и то, и то правда. А что в паспорте? Головастикова. Настя, четверть века. Подводишь ли ты какой-то итог? Я на самом деле очень люблю подводить итоги после дня рождения. И обычно их записываю для себя какими-то тезисами, такими внутренними посылами. На будущий год анализирую то, что было сделано в прошедшем времени. И стараюсь-стараюсь анализировать. Что ты считаешь своим главным достижением к сегодняшнему дню? Своим главным достижением? Наверное, то дело, которым я занимаюсь, та возможность, которую открывает для меня моя работа, несмотря на то, что я очень много думала о том, что мне пора уходить, нужно выбирать какой-то другой путь. Но, наверное, именно это направление, которым я занимаюсь сейчас, она дает мне невероятный путь для развития, открывает для меня очень большие и хорошие перспективы, я так считаю. Поэтому то, к чему по капельке я двигаюсь, двигаюсь я, ну, наверное, в какой-то хорошей должности, либо к собственному бизнесу, но в этом же направлении, наверное, это одно из таких моих главных достижений. Вот, поэтому, наверное, работа. Настя, закончился фестиваль неолимпийских видов спорта, национальных. Как твои ощущения? Все ли получилось реализовать или где-то можно было поднажать? Во-первых, я хотела бы поблагодарить издательский дом «Ульяновская правда» за то, что этот фестиваль мы отработали совместно и очень продуктивно, и в моем направлении в медиапространстве это отчасти ваша большая заслуга. Ну и, конечно, любое мероприятие – это возможность анализа, анализировать я очень люблю. И этот фестиваль, как ни одно другое событие, если на чемпионате мира по хоккею с мячом мы ловили так называемый хайп и говорили о том, что да, вот Бензи – это круто, и здесь у нас президент, и здесь у нас болельщики. Если там все получилось, несмотря на сейчас какие-то разглагольствования на эту тему, то фестиваль, он больше оказался рабочим, такой рабочей лошадкой, которая позволила выявить те аспекты, например, в медиа, которые мы точно сейчас можем обобщить и вывести в некий, я думаю, даже какой-то внутренний документ, который позволит нам в дальнейшем учитывать разные аспекты в деятельности. Что касается СМИ, например, да, это вопрос логистики. Вот этот вопрос стоял очень остро, и я, например, понимаю, что в преддверии того же форума «Россия – спортивная держава» очень было бы правильным обеспечивать средства массовой информации возможностью перемещения. В этом фестивале мы этого не предусмотрели, соответственно, есть над чем работать и делать какие-то правильные выводы. Настя, ты очень яркая персона. Кто-то тебя очень сильно любит, кто-то, ну, мягко говоря, совсем нет. На кого больше внимания обращаешь? Да как-то ни на кого. Я обращаю внимание в первую очередь на свою бабушку. Бабушка у меня зарегистрировалась в ВКонтакте, она мониторит все мои публикации, она знает все, о чем я живу и, соответственно, мне комментирует. И, конечно, это родители и мой молодой человек, потому что он имеет на меня достаточно большое влияние. И те вещи, которые он говорит, начиная от моего внешнего вида, заканчивая моим подходом к жизни, вот за то время, которое мы с ним вместе, я могу сказать, что он очень сильно повлиял на большое количество моих мировоззрений. Я стала спокойнее, рассудительнее. А как ты относишься к критике? Делаешь выводы или блокируешь? Знаешь, еще вот если бы мы разговаривали год назад, я могла бы сказать о том, что я не умею реагировать на критику. И было очень много случаев, когда мое собственное «я» играло против меня, и я позволяла себе комментарии где-то какие-то в соцсетях. Естественно, они выходили боком для того дела, которое мы делаем. Сейчас я понимаю, есть у меня прецедент, что люди говорят, а они, может, даже не во зло. Им просто очень хочется проявить свое мнение. И вопрос в том, умеем ли мы это мнение правильно слышать. И это же задача того же пиара и той же прессы. Умение выхватывать не только позитив, ведь невозможно построить все на радостных откликах и отзывах. Умение слушать, наверное, главное умение, которому я учусь сейчас, и в том числе с точки зрения критики. Настя, вернемся к дирекции спортивно-массовых мероприятий. Расскажи всем страждущим, в чем ее функции? Еще до начала чемпионата мира по хоккею с мячом, я существовала явная потребность в некой организации, которая не являлась бы правительственным звеном, потому что, к сожалению, так сложилось у нас в государстве, это не только вопрос о Кулиановской области, но некие аспекты бюрократии, они очень сильно сжирают время. И не хватает вот этой легкости. Соответственно, должно было быть некое звено, такая прокладка между государством, людьми, тот самый организатор мероприятия, который научится, и вот сейчас этот процесс идет, не все же сразу, который научится правильно моделировать те события, которые происходят. Большие, крупные, привлекать их, привлекать инвесторов, и это задача, которая сейчас очень сложная в нынешнее время, и вот пока мы ее решаем на 40%, условно, но это опять же опыт. Вот эта организация, мы можем посмотреть на Казань, мы можем посмотреть на какие-то крупные города, даже сейчас можем смотреть на Владимирскую область, где как раз проходил форум «Россия – спортивная держава». Везде есть некое локальное звено, которое аккумулирует всю информацию и делает мероприятие доступным для людей. В чем нас чаще всего упрекают, что вы делаете события для себя, для отчета, еще… Ну, я не могу с этим согласиться, потому что если бы я своими глазами не стояла на трибунах того же чемпионата мира по хоккею с мячом, и не видела этих счастливых людей, которые действительно были очень рады тому, что у них это происходит в городе, тогда бы да. А поскольку я этих людей видела, значит, мы движемся в правильном направлении, и значит, что мы можем дальше делать еще более крутые события. Почему фестиваль национальных видов спорта не транслировался на федеральных телеканалах? Здесь, наверное, больше вопрос во внимании к национальным видам спорта и в тематике тех или иных каналов. Если мы говорим о спортивном телеканале, то мы мониторим в любом случае ситуацию, да, и телеканал выбрал для себя определенную позицию, транслирование только дорогих матчей, и договоренность между нами была, но вопрос был во времени. Отдавать баснословные деньги, страшные, за эфир в час тридцать ночи, для чего? Для того, чтобы сказать, что этот эфир был на федеральном телеканале? Я думаю, что это стратегически было бы неверным решением, вызвавшим еще больше ненависть. А так у нас в любом случае прошли хорошие врезки на телеканале стран Содружества СНГ, и это, наверное, было гораздо более важно, чем трансляция на спортивном телеканале. Можешь сказать, какие проекты запланированы дирекцией на 2018 год? Безусловно, это форум России спортивной державы в феврале, и, на мой взгляд, я писала большой материал аналитический по этому поводу от себя. На мой взгляд, это невероятная возможность для региона. Вопрос, как мы ее сможем усвоить, и правильно ли мы расставим векторы в этом мероприятии, потому что, опять же, основываясь, вспоминаю, что в 2010 году этот форум прошел в Казани. В те годы Казань была таким субъектом, слаборазвивающимся, но это было так, и никто этого не отрицает. И после был очень сильный скачок, и прием универсиады, чемпионата мира по волной виду спорта. Россия спортивная держава, другие ивенты? У нас пройдет Всероссийский фестиваль пляжных видов спорта. Мы готовимся к приему, дай бог, чтобы все получилось, команды как тренировочной базы чемпионата мира по футболу 2018 года. Плюс к этому у нас есть традиционные мероприятия, это и легкоатлетическая эстафета, и день физкультурника. Событий достаточно много, где-то они уже такие ежегодно сложившиеся, где-то это наши какие-то собственные разработки. Плюс посмотрим, как сейчас по результатам того же фестиваля все будет происходить. Может быть, мы получим возможность проводить не только спортивные мероприятия, но и культурные, экономические. Пока это все как бы в планах, но посмотрим, может быть. Хватит потенциала? Я боюсь, что может не хватить кадров. И кадровая политика это то, на чем нужно сейчас сделать очень большой акцент руководству, поскольку, ну, к сожалению... А какой твой главный совет в этом направлении мог бы быть руководству? Подойти с точки зрения разграничения функций более осознанно и осознавать, что у каждого человека есть лимит. А где брать эти кадры? У нас в регионе замечательная, я думаю, для этого есть возможность. Я сторонник того, что кадры нужно растить. Не у всех хватает для этого силы, терпения и времени, но гораздо круче, когда ты человека воспитал, как это было в случае со мной, когда я приходила три года назад в Министерство спорта. Понятно, у меня был опыт медиа, какого-то своего информагентства, но у меня не было связки со спортом. И, по сути, меня потихоньку-потихоньку растили. Вот за три года мы видим то, что и видим. Какова твоя профессиональная мечта, заветная? На самом деле, к 25 годам все очень сильно поменялось. Потому что, если сначала я думала о том, что я хочу взять какую-нибудь службу, ее возглавить. Опять же, мой молодой человек, он просто занимается бизнесом и всячески за последний год уговаривал меня о том, что давай, надо что-то свое, нужно обратиться к вопросам зарабатывания денег, а не к выполнению долга. Посмотри, вот ты как бы сейчас свой потенциал куда тратишь, там можно больше. Двоякие ощущения. И в итоге мечта? Наверное, я хочу свое дело. Я просто еще до конца не определилась, в каком направлении. Наверное, я хочу с точки зрения профессионализма вырасти до того, чтобы иметь возможность преподавать. Мне очень нравится воспитательный процесс и возможность делиться своими знаниями и навыками. Но это определенный показатель профессионализма, когда у тебя есть такой багаж знаний, которыми ты можешь поделиться. Вот это, наверное, и есть отчасти профессиональные мечты. Можешь поделиться личной мечтой? Личной мечтой? Я хочу детей. Я не столько хочу замуж, сколько хочу детей. Я не уверена, что... Даже не понимаю иногда вот этих высказок. Я еще не готова. Или я уже созрела. Я, мне кажется, из тех людей, которые появился, супер, развиваемся. Потому что, мне кажется, что ребенок – это уникальная возможность для женщины начать развиваться еще больше, еще интереснее, еще глубже. Какая мечта для тебя главнее? Дети или дело? Дети. Замечательно. У тебя есть молодой человек. Можешь рассказать о нем? Что вас объединяет? Как он вообще зацепил такую красавицу? Чем? Его зовут Сергей. Мы познакомились как раз в кофейне, которой он занимается. Угостил меня кофе. И все. Понеслось. Да. На самом деле мы очень разные. У нас было кардинально разное видение жизни во всех аспектах, мне кажется. Но то, что нас объединяет сейчас, это как раз вот этот энергообмен. И я понимаю, что если сейчас я решу уйти в бизнес, то именно этот человек меня поддерживает. И поскольку он занимается им достаточно давно, он будет моей опорой. Я, в свою очередь, стараюсь из своего времени, из своих знаний помогать ему в продвижении. Веду где-то, когда успеваю их инстаграмом. Ну, то есть активно стараюсь помогать. А какой кофе ты любишь? Я люблю Раф. Он уже сделал тебе предложение руки и сердца? Нет. И я думаю, что всему свое время. И не зря отметила, что замуж я хочу чуть меньше, чем детей. Потому что считаю, что людям в нынешнее время не обязательно как-то окончательно финализировать свое... Узаконивать отношения. Да, свои отношения. Настенька, ты достаточно активна в соцсетях. Что тебе дает эта активность? Ну, на самом деле, у меня есть мечта. Еще одна малюсенькая меча много. Я очень хочу написать книгу. Я двигаюсь потихоньку в этом направлении. И это не автобиография, это больше детективные романы с элементами политических составляющих. Я понимаю, что сейчас я потихоньку обретаю для себя аудиторию. Потому что те посты, несмотря на то, что говорят, что в инстаграме надо писать малюсенькие тексты под красивыми фото. Я пишу большие тексты под красивыми фото. И надеюсь, что меня читают. И я это выхватываю, что да, люди меня читают. Поэтому это добротная почва для дальнейшего развития. Плюс, буквально вчера мы проводили квест. И я встретилась с товарищами, рассказывала им про этот квест. Где? Где можно про это узнать? Что? Почему мы не в курсе были? Я говорю, ну, подписывайтесь на мой инстаграм, и вы будете в курсе всего, что происходит интересного. Поэтому это отличный канал коммуникации. А я вот помню, Настя, чудесного фейсбучного героя под ником Алексей Зима. Всякий, кто бывал на твоей страничке, понимает, что ты предмет его обожания. Вы знакомы с ним лично, и приятны ли тебе его знаки внимания? Мы знакомы с ним лично. И мы знакомились дважды, потому что в первый раз я его не вспомнила. Что касается человека, это та история, когда образ персонажа в соцсетях может расходиться с тем человеком, который мы увидим воочию. Причем с точки зрения именно подачи информации, то есть те комментарии, которые он оставляет, он в диалоге совершенно другой человек. И это, конечно, очень интересно. Своеобразный опыт того, как человек может расходиться. Я не думаю, что это какие-то знаки внимания, да и плюс одаряет он имя не только меня. Но я знаю, что этот человек, во-первых, и тоже поздравлял меня с днем рождения, но и неоднократно предлагал помощь в различных ситуациях, что... Ты принимала ее? ...важно и приятно. У меня была история, да, когда он мне помогал. Ну, такая сложная тема, но он свою лепту в нее внес, показал позитивный результат, так что я не попала ни в какую передрягу. За что ему, конечно, спасибо. Настя, какой семейный уклад наиболее приемлем для тебя? Что из истории твоих родителей ты хотела бы наложить на свою судьбу? У меня достаточно сложная ситуация в семье была одно время. У меня очень интересная мама, она как раз карьерист. И когда мы задаем вот это, когда ты задавала вот этот вопрос, там, карьера или семья и дети, да, то я как раз в своей истории видела, как человек может положить всю жизнь на карьеру, и слава богу, что у нее все сложилось, и может получить к сознательному возрасту своего ребенка определенную обиду на то, что где-то когда-то не додали внимания. Я не хочу баловать своих детей вниманием, но хочу, чтобы такая ситуация, она в моем будущем как можно меньше возникала. Но благо в 20 лет приехала в Ульяновск, а я приехала сюда из Москвы, и в принципе там у меня все было достаточно неплохо, я же не из Ульяновска, здесь не жила, но я приехала именно для того, чтобы налаживать отношения с мамой, и я очень рада тому, что сейчас все хорошо. Гармония? Ну, можно так назвать, да, просто человек приходит к среднему возрасту, я к взрослости, и уже ценности, конечно, меняются, поэтому есть результат. Какое у тебя образование, Настя? У меня высшее. Какое? Высшее юридическое, мне 7 лет, причем я очень интересная, у меня бабушка занималась моим воспитанием, и поскольку у меня бабушка 45 лет проработала в школе, и больше из них директором школы, меня держали в очереди не просто в ежовых рукавицах, а лупануть ремнем, это было за милое дело, за четверки. Хотя в школе наоборот все говорили, вот ты внучка директора школы, значит тебе там пацаночки проставляют, но на самом деле все было не так, и бабушка повлияла на то, что в 9 классе меня отдали в юридический колледж, и в 10-11 класс я параллельно училась в школе и в колледже. И причем колледж у меня был платный, но в результате своей активной деятельности это то, чему бы я очень хотела трансферировать для молодежи, когда активная гражданская позиция с юности, с 15-16 лет, дает возможность уйти от некого гнета и позволить выйти на бюджет. Я к окончанию школы посредством своей активной работы была награждена благодарственным письмом губернатора на тот момент Смоленской области, и меня отправили учиться на бюджет. Ну, это же замечательно, когда твоим родителям и тебе не нужно беспокоиться об оплате твоего образования, а ты достиг этой возможности сам. Настя, а ты протестный человек? Я сейчас стала думающим человеком. Раньше я могла себе позволить, да, очень много такого агрессивного где-то, жесткого, и это сказалось на работе в информагентстве. Расскажи о своих татуировках. А ты думаешь, что это какой-то протест? Просто расскажи. Я не считаю татуировки протестом, и я опять же думаю над тем, что это определенная трансляция для молодежи, что независимо от своего внутреннего желания, ты можешь так себе построить жизнь, если ты учишься ежедневно, если ты обладаешь навыками профессиональными. Не будет важно, как ты выглядишь. Зашрамирован ты, зататуирован. Что у тебя изображено? Мне действительно любопытно. Это очень долгий рисунок. Я делаю его уже третий год, и я набирала его по частям. Здесь очень много заложено, и вот фонарь, внутри которого маяк, маяк символизирует мою работу в группе компании Руян у Саши Кравцова. И это маяк города, который находится между Томском и Новосибирском, потому что он оставил очень глубокий отпечаток в моей жизни. Здесь повыше у меня изображена девушка. Вообще, это охранница моего сердца, потому что в юности я была девушкой крайне влюбчивой, очень влюбчивой. Я любила посвящать молодым людям стихи. Ну, татуировки – это как правило следствия любви. Да, и это защитница моего сердца. Неспроста она с левой стороны, она оберегает меня от разных нападок. А справой? Татуировки – это индийская мандала, это символ энергии и внутренней энергии человека. Но на самом деле, возвращаясь к вопросам того же бизнеса, я рассматриваю вариант, чтобы заняться связанным отчасти вопросом с татуировками. Почему? Потому что, на мой взгляд, просто если у меня это была осознанная история, ну, как бы вот сейчас уже 25 лет, и понятно, что здесь нет каких-то внутренних перипетий, то, мне кажется, те девочки, мальчики, которые делают вот сейчас, там, 14-15, а потом следом решат пойти в ФСБ или куда-то еще работать, им будет уже проблематично. Я хочу помогать людям. Делать правильный выбор. Да, и отчасти, может быть, даже избавляться от тех ошибок юности и молодости. Понятно. Настя, помните, ты хотела открыть красивый, печатный, глянцевый журнал. Почему не случилось? Дорого. И вопрос рентабельности, да, это еще одно мое внутреннее состояние и любовь к счету. Я, может быть, где-то не умею рассчитывать собственные финансы, чему сейчас учусь, но очень люблю рассчитывать проекты и их энергозатратность и экономичность. И да, у нас была совершенно потрясающая команда юных, кстати, девушек, которых я готова была потихоньку растить, и они росли. Да, у нас был первый финансовый люфт, но я сейчас прекрасно понимаю, и вот, кстати, молодой человек тоже меня постоянно спросит, почему ты остановилась, почему, что пошло не так. Но тема интересная, но не востребованная вот в нашем конкретном регионе. Можно было попробовать более масштабно, но я пока не вижу в этом смысла. Ты занимаешься спортом? Да, сейчас я хожу на фитнес и очень люблю плавать. Плаваю рядом с работой, и на самом деле вода – это та вещь, тоже мы разговаривали однажды с товарищами, найди выход своей энергии, найди, чем будешь заниматься, куда. А я верю, что вот не зря мы на 90% состоим из воды, и я верю, что у нас с водой, у человеческого организма происходит на самом деле энергообмен. И с каким настроением мы приходим в бассейн, и какую энергию воде отдаем, такое она отдает и нам. И вот это состояние, постоянная отдача, оно невероятное, и меня очень сильно заряжает. Ты сдавала нормы ГТО? Нет. Но я думаю, что рано или поздно я приду к этому, просто у меня достаточно большое количество разных травм, которые не позволяют мне в той мере, в которой я могла бы и хотела бы заниматься. Надеюсь, это не помешает тебе. Настя, какие у тебя пожелания могли бы быть к СМИ для того, чтобы население ударилось в спорт? Что мы, может быть, можем сделать совместно? Это достаточно интересный вопрос, и я думаю, что не просто так была речь о возможности слышать друг друга. Я была на совещании с спортивной общественностью, где как раз-таки функционеры и спортсмены говорили о том, что мы очень хотим показывать наших ребят в том ключе, что вот они молодцы, у нас в регионе спортсмены достигают молодежь. Мне кажется, что мы где-то еще притормозились в идеях того, что всех надо печатать на баннерах. Мне кажется, это формат устаревший. Может быть, нам есть смысл... Вот у меня в 2009 году был проект Sport & Fashion, и мы подавали очень интересно спортсменок. У нас был яркий проект с тэквондистками, когда с ними работали и стилисты, и визажисты, и мы из профессиональных спортсменок делали моделей, а из моделей делали спортсмены. И где они потом показывались как модели? Это был фото-видеопроект, то есть мы привлекали достаточно большое количество фотографов, выкладывали это в соцсети повсеместно, даже где-то нас, я помню, публиковали. И самое-то главное было в том, что это же первый канал коммуникации для тех девочек, которые никогда не видели, как выглядит тэквондо, а для тэквондисток, которые, наоборот, не сталкивались с миром моды, возможность раскрыть себя. Мне кажется, в этом ключе нам надо работать и стараться искать новые способы взаимодействия, еще более интересные. То есть, понятно, у нас есть площадки, где мы презентовали вид спорта какой-то. Люди пришли, посмотрели, но не прочувствовали, что в этом спорте сложного, что в нем опасного, что в нем интересного, почему нужно заниматься. То есть вот эта коммуникация и диалог, я думаю, что стоит привлечь кого-то молодого и, может быть, даже не из Ульяновска. То есть я, например, очень люблю Юру Дудя и его посылы в его блогах. Это достаточно сильный и интересный человек в медиаспорте. Почему бы нам не пригласить его, чтобы он дал какую-то возможность нам раскрыться, особенно в разрезе России спортивной державы, которые, я думаю, нам позволят это сделать. Возможно. Что ты читаешь или смотришь из профильного, Настя? Из профильного? Ну вот последняя моя книга, которую я сейчас положила, как Библию рядом с кроватью «Ты пиши и сокращай», она на самом деле лежит у меня на тумбочке. И я очень усердно ее перелистываю, тестирую как раз на кофейне молодого человека в Инстаграме новые возможности постов. То есть все смотрю и изучаю. Есть еще замечательная книга «Чисто по-русски», которая раскрывает как раз-таки всякие интересные словечки, вот как мы недавно столкнулись, и больше говорит про то, что не нужно использовать обиходные слова в написании каких-то текстов. Настя, как ты удерживаешь бешеный график во дни проведения фестивалей, чемпионатов? Поделись своим лайфхаком. Я не останавливаюсь, нельзя тормозиться. То есть если я прихожу домой, даже несмотря на то, что 10 вечера, я сразу начинаю что-то готовить, мыть, перемывать. Просто не надо останавливаться. Нужно доводить себя, чтобы не было ни минуты свободной. Вот идет фестиваль, идет, идет, ты приходишь домой, если ты еще не готов ложиться спать, нужно продолжать что-то делать. Потому что иначе вот этот маленький люфт линии, он на самом деле сбивает весь процесс. Поглотит тебя. Да, просто не останавливается. У тебя были мысли уехать из Ульяновска? Ну, конечно. Конечно, я же сюда приехала, и город-то мой мне не родной как таковой. Я, конечно, размышляю, тем более, что будучи на учебе в Олимпийском университете, это то профильное образование, которое у меня сейчас есть, это менеджер спортивных мероприятий. Находясь в Сочи, мне поступило предложение о работе, и я его очень серьезно рассматривала. Следом за ним поступило предложение из Самары, это к чемпионату мира по футболу, я тоже его рассматривала. Отклонила или все еще рассматриваешь? Я рассматриваю в сентябре, но у меня есть любовь здесь. Любовь привязана к Ульяновскому? Моя любовь размышляет на тему того, чтобы поехать куда-то тоже, потому что он вообще с Владивостока. Почему люди уезжают из Ульяновска, Настя? Он с Владивостока. Понятно. То есть ты считаешь, что корни зовут? Я думаю, что возможности роста. То есть вот для его бизнеса здесь в какой-то момент наставит точка преткновения, нужно будет идти дальше, расти. Я пока готова чуть-чуть подождать. А что бы ты хотела изменить в нашем городе? В нашем городе? На самом деле, меня все в данный момент устраивает с той точки зрения, что я не знаю, почему все до сих пор ругаются, но дороги делают. Вчера я обратила внимание, что на моей улице, где я живу, поставили светофор, где в большей степени часто очень сбивали людей, чему я просто восхитилась. Стояла на улице минут пять, думаю, боже, вот, людей услышали светофор. Наверное, я бы очень хотела изменить отношение людей к своему городу. Это возможно? Думаю, да. С течением времени, со сменой поколений мы однозначно придем к тем людям, которые научатся любить свою малую родину и быть активными. Потому что сейчас, к сожалению, я часто вижу, что вот вы плохо сделали, вот там все плохо, я даже не приходила, но знаю, что было плохо организовано. Ну, дружок, тогда приходи, давай вместе сделаем. Мы же сейчас невероятно открыты для диалога. Как ты думаешь, Настя, будет ли в следующем году заплыв «Соединяя берега»? Я думаю, что да. Что-то изменится в его организации? На мой взгляд, те события, которые происходили в этом году, должны повлиять на, с какой-то точки зрения, на законодательную нормативную базу. И, скорее всего, это должно сложиться внутри отрасли спорта, в первую очередь. Должно измениться отношение руководящего состава, ну и, конечно, отношение людей, потому что спорт, как бы мы не хотели, штука такая сложная и, ну, опасная. Но на самом деле, вот какой спорт не возьми, да, там, вспомнить олимпийские игры. Кто будет инициировать эти изменения, Настя? Наверное, на мой взгляд, кто-то должен быть инициативен в этой связи. И, ну, мне сложно говорить, кто. В ком ты видишь этот ресурс? В ком я вижу? Сейчас. Вообще, мы на пути очень сложной ситуации в данный момент находимся, потому что, да, мы до сих пор не определились с министром спорта и, на мой взгляд, это должен, вот эти решения должны быть услышаны тем человеком, который придет на эту должность. Каковы твои ставки в отношении министра? Я не делаю ставок. Мне, так вот, как я все-таки с этим сопряжена, хочется видеть человека, который способен принимать где-то взвешенные жесткие, очень жесткие решения, а где-то, как я говорила ранее, да, уметь слушать людей. Среди пятерых оставшихся кандидатов есть тот, в котором ты видишь эту силу? Я как-то вижу во всех по чуть-чуть. Мне кажется, не до конца все раскрылись. И в связи с тем, что каждый занимал какую-то должность причастную, да, внутри к отрасли, мне кажется, люди пока еще вот эти пять боятся должным образом показать то, на что они способны. Но ты веришь в то, что ожидания спортивной общественности нашей администрации, населения оправдаются с новым назначением? Я думаю, что мы встанем на путь работоспособности, а уж насколько оправдаются, нужно смотреть по результатам, потому что сейчас говорить очень сложно. Правда, все очень разные, все со своими интересами. Очень серьезная и сложная тема, Настенька, согласна с тобой. Ты умеешь готовить? Да. Какое твое любимое блюдо? Очень люблю готовить. Я люблю варить борщ. Фирменное блюдо какое-то? Борщ. Серьезно? Однозначно, да, потому что у меня рецепт от прабабушки, и меня ему учила бабушка, потом учила мама, и, ну, как бы это самое любимое мое блюдо. Я варю практически шесть часов, пять с половиной часов, и это однозначно мое коронное блюдо. Скажи, пожалуйста, как закончится твой сегодняшний вечер? Я проведу его с друзьями, заеду ненадолго к родителям, но вечер планирую провести в окружении своих замечательных подруг, с их молодыми людьми, с мужьями, со своим молодым человеком. Можно вопрос личный, что он тебе подарил или подарит на день рождения, ты уже знаешь? Да, мы решили сделать друг другу, скажем так, подарок отчасти, потому что у него день рождения 8 сентября, то есть мы тут совсем рядышком, и мы решили поехать отдыхать в теплые страны. Он сделал мне подарок, я свой готовлю внутри этой поездки для него, но мы сделали подарок друг другу поездку во Вьетнам. Во Вьетнам? Да. Слушай, здорово. Скажи, пожалуйста, Настя, если не секрет, какое желание ты загадаешь сегодня, задувая свечки на торте? Я думаю, что это будет то же желание, которое я загадала, будучи в Израиле, в Иерусалиме, стоя рядом с стеной плача. Озвучивать я его не буду, но оно такое, не связанное ни с материальным, ближе к духовному, и то, за что я очень переживаю сейчас, и то, что я хочу, чтобы действительно случилось. ты очень интересный собеседник, Настя, и мне абсолютно понятно, за что тебя любят десятки, сотни, тысячи наших соотечественников. Пусть сбудется все, что тебе пожелают сегодня. С днем рождения, дорогая Настя. Спасибо за этот эфир. Большое спасибо, Диана. Дорогие друзья, это была программа «100 вопросов». Встретимся на Управда.ру